Твой такой радостный ролик, Россия, Крым, наконец-то, слава президенту. Сейчас вот прошло уже время, скажи, пожалуйста, вот ты, я знаю, что ты человек такой очень патриотически настроенный, да? Какое у тебя вообще настроение? Политики я никак не отношусь, потому что я не политик, и я ничего не понимаю в политике. Я знаю только одно, что Крым всегда был русским, в Крыму я с 18 лет, моя первая любовь меня привезла в Крым, это была моя такая первая настоящая большая любовь. Она ялтинская девочка. Я с крымчанами, как со своими, вот я с ними вырос, я вижу, как они относятся к России, видел, как они относятся к России. Они всегда все хотели быть с нами, они всегда считали себя русскими, они всегда были россиянами. Дело не в этом, ролик этот, который мы записали, где я сказал о том, что мы едем играть в русский Крым, в русский Севастополь, пока безграмотные украинские политики там собираются привести украинский парад в Севастополе, мы едем в русский Крым. Я не хотел, честно говоря, никакой политической ноты туда вносить. Это был просто мой эмоциональный такой выплеск. Потом я сказал, а вам, господин Порошенко, вот фамилия, я советую не расслабляться, дальше мы идем в Одессу. Опять-таки, меня потом обвиняли в том, что я хотел захватить Одессу, мы с моей женой в Одессе как дома были раньше. И я знаю, как одесситы к этому относятся. Они всегда считали себя не украинцами, они всегда считали себя одесситами. И когда я прилетал из Киева в Одессу, меня спрашивают, что там на Украине. Они не относятся к украинцам. Более того, когда я спрашиваю, опять-таки, я хочу сделать поправочку, я не отношусь плохо к украинцам, у меня куча друзей украинцев, Ирина Билов, много друзей из Киева, много артистов. Но это нормальные украинцы. Это не украинцы с мозгом, с плавленным сырком вместо мозга. Это нормальные, умные, цивилизованные люди. Это не это стадо. Извините, господа украинцы, из вас сделали стадо, опомнитесь. Украинцы очень добрая нация, но, к сожалению, глупая. Так запудрить мозги можно только, не знаю, каким-нибудь папуасам из племени Новой Гвинеи. Им как будто вот бусы показали, а они бегут за этими бусами. Они глупые. К сожалению, этим пользуются там американцы, не знаю кто его будет, Порошенко тот же самый. Вот сейчас, если бы у меня была возможность к нему обратиться, ну, моего словарного запаса не хватит. Потому что, ну, то есть, все, что мне приходит в голову, это мат. Господин Пораженко, вам, ну, это уже даже не дело совести. Это уже дело, я не призываю к вашей совести. У вас ее нет. Вы не то, что бессовестный человек, вы животные. Я с большим удовольствием, собственными руками, перерезал бы вам горло. И когда несколько дней назад показывали, там, Донецк, Луганский, не помню точно, где накрыло артиллерийский обстрел деревню, где мама осталась без руки, где погиб ее муж, где погиб ребенок, маленький ребенок остался, он сидит и говорит, мама, там бабушка, пойдем домой, у меня сейчас слезы текут. Пойдем домой. Это, это животное, и даже убивать, это мягко. Вот убивать, просто взять и расстрелять, это мягко. Поставить раком на этом Майдане, чтобы каждый, кому не лень, подходил и всовывал в жопу паяльник. Вот это я хочу, чтобы было с Яценюком, Порошенко, вот за этих детей. Не за то, что они обливают грязью Россию, это политика. Это уж, господа, ну когда дело идет сейчас не только, речь идет не только о политике, речь идет о детях, о людях, они животные. Все, что могу сказать. А Одесса, ну, господин Порошенко, я очень жалею, что Владимир Владимирович Путин не может себе позволить, и наше государство, не может себе позволить. Вы так много горячите о том, что русские войска. Вы так много говорите об этом. Как же хочется, чтобы действительно русские войска вошли к вам туда. Как же мне хочется увидеть Львов в огне. Ну, эвакуировав, а тут, соответственно, детей сначала. Ты собираешься с гастролями на Донбасс? Вот, Иосиф Давыдович, например, Кобзону читает свои группы. Давайте, если бы это зависело от меня, я хоть сейчас. Но если Иосиф Давыдович будет собирать группу, ты согласен? Я бы, более того, я бы выступил в роли бы инициатора этой группы. Но Кобзону, ты согласен присоединиться, если вот будет собираться... Если хоть завтра, поехали завтра. Ты согласен? Конечно. Я не то, что согласен. Я был бы инициатором всего этого. Это надо давно делать, потому что у нас все только языками чешут. То есть мы можем передать твои слова Иосифа Давыдовича, да? Иосифа Давыдовича? Просто Иосифа Давыдовича. Я с вами, куда скажете, ходит к черту на куличики. Тем более, Иосифа Давыдовича. Леш, ну и напоследок, пожелания читателям «Мосомойской правды», потому что газета 90 лет исполнилась. Я не знаю многих людей. Скажи для тех, кого... Я просто хочу всем сказать, людям, пожелаю всем добра, будьте добрыми. Как бы жизнь не складывалась, каким... Я сам такой же, я сам оказываю ситуацию, когда я делаю плохо. Потом думаю, зачем? Я такой же, поэтому я желаю всем добра. Добра, добра и любви. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...